Первоначально Третью симфонию Бетхобен посвятил своему кумиру Наполеону Бонапарту, его судьбе и героической деятельности. Восхищение сменилось разочарованием, когда полководец стал императором. С титульного листа исчезло имя Бонапарта, но музыка осталась прежней. Своё настоящее название симфония получила от ценителя музыки, князя фон Лобковица. Именно в его имении она впервые прозвучала. Мало кто тогда задумывался, что слушает настоящее музыкальное наследие. В репертуаре любого симфонического оркестра обязательно должна быть такая музыка, потому что, во-первых, она никогда не устаревает, это великая музыка. И на этой музыке молодёжь, молодые музыканты, они учатся всем тонкостям оркестровой игры. Это ансамблевая игра, интонация, ритм и всё, что сопутствует профессии музыканта. Леет мотив творчества Бетховена – третий фортепианный концерт. Мотивы борьбы с судьбой легли в основу композиции. Автор написал её в то время, когда уже терял слух. Музыканты отмечают, ульяновцы любят слушать Бетховена. В будущем году симфонический оркестр исполнит девятую и последнюю симфонию, написанную композитором под конец жизни. Итог поисков великого музыканта в олицетворении образов победы, борьбы и героической идеи. Эта симфония должна исполняться с большим хором, тысячу голосов по задумке великого автора. У нас есть ульяновский хор, и мы планируем на будущий год исполнить эту симфонию вместе с нашим хором и приглашенным хором. Поэтому это будет вершина, так сказать, всех симфоний, исполненных в ульяновске за этот период времени, которые исполнялись. Мы поставим яркую точку в творчестве Бетховена. Героическую симфонию и третий фортепианный концерт исполнят 16 декабря во Дворце творчества детей и молодежи.